Человек-человеку зверь Парузник означает то, что я вел освободен, разъездной образ жизни, то есть перекочевал с места на место. Ну, вот это у меня здесь пират и череп. То есть пират это разбой, череп с ножом, 102 статья убийства. Тоже, допустим, у многих арестантов есть крест на теле. Если мы с Иисусом, то эта крест говорит о том, что ты человек вор в законе. Вообще, это кельтский крест. То есть определенный мистический символ. Но здесь это прежде всего миша. Перекрестие прицела. В тот момент, когда она наносилась, говорила о том, что веду образ жизни, который рано или поздно приведет меня к печальным последствиям. Вот я вспоминаю, я начинал работу, скажем, 20 лет назад. Было какое-то такое массовое стремление обязательно сделать какие-то татуировки в местах лишения свободы. Вот. Значит, мы наказывали за это. Сейчас, сейчас у нас, согласно нашего закона, татуировки в местах лишения свободы, они запрещены. Вот именно их, что, их производители татуировки. Ну, так-то по закону запрещено, но умудряемся все равно делать. Ну, как, одного человека ставят на таз, чтобы за милицией смотрел, и делаем. Ну, как, там, через знакомых или через кого-нибудь находишь, кто делает, договариваешься, там, за определенную цену, то есть все. Все, ищешь место, рисунок, или, например, на словах им говоришь, потому что мне приблизительно тот, 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 он тебе накидывает, например, на леске бумаги, там, так пойдет, да, например, все устраивает. Там столько-то, столько-то, все, нахуешь место, где сделать, делаешь, все. Меняется все, когда с собой заходишь даже, не в качестве гостя, а так, со сроком. Вот эта машинка, это, можно сказать, мой хлеб, здесь. Работаю, зарабатываю себе на существование. Данную колонию, здесь все знают, что я колю, хорошо. Ко мне сами идут, кому-то переделать рисунок, кому-то новый что-то сделать. Не разница ли, чего наколоть, либо платить. Вот обычная бритва, механическая габрите. Делаешь приставочку, одеваешь колпачок, струну затачиваешь, и все, заливаешь сюда тушь, колпачок, заводишь ее, и она начинает работать. Особый дар у Леонарда да Винчи, видать, был. Ну, его же никто не видел, правильно? Ну, что, ну, человек как человек. Особый, если я ничего не видел. Не под звон гитары семиструнной, А под звон ключей у сторожей, Стоя у окошка ночью лунной, Я прощался с матерью своей. Неужели мама не уснула Своего родимого сынка? Молодым меня ты провожала, А теперь встречаешься с партнерами, Не сказали, что бы зарыть землей, За печерой быстро и рекой, И старушка горько зарыдает, Обливаясь жгучею слезой. Не был ума моя зарык землею, Но с землею крепко связан был По глубоким шахтовым забоям Много, мама, горе. Так налей же, мама, больше водки, Водкою свою я грудь залью, Позабуду лагерные муки, Я от счастья песню вам спою, Позабуду лагерные муки, Я от счастья песню вам спою. Ну, в принципе, не секрет, Что между камерами существует, Как бы называется, дорога в тюрьме. В принципе, между камерами Существует сообщение. Это огромные палки такие, И берется там, делается веревка, И можно написать записку В любую камеру, Можно, в принципе, написать Эту маляву в любую камеру, Отправить и как бы вот сообщаться Как бы со знакомыми тебе людьми. По этой же дороге можно отправить, И если где-то вот плохо, С чаем, с сигаретами, То есть вот отправлять даже вот такие Маленькие, да, бандероли. Ну, как бы еще существует, Если сокамерники, как бы вот знают, Что он, скорее всего, выйдет на волю, То берется клочок бумаги, На нем пишется что-то, Заворачивается все это В полиэтилен. Вот, и эта торпеда, грубо говоря, Ее засовывают в задний проход. Там, в день могли кормить три раза только манной кашей. Жидкой манной кашей, Без соли, без сахара, без ничего. Манная каша. Все. Это вся была еда. Ну, вот, утро – это завтрак. Вот это вот каша непонятная. Все, я так понимаю, Из каких-то второсортных продуктов. Хлеб там второго помола, У всех там с животами было Как бы нехорошо от этого хлеба. Обед – это вот какой-то суп, И все пресно, И абсолютно там видно даже, Что просто какая-то вода И какие-то вот овощи плавают.